Вот во многих книгах я утверждаю, что сердца здесь нет. Но у официальной медицины специалистов по сердцу, по крови носа сосудов 10 специалистов. Вы представляете, ну с одной стороны наглость, конечно. Но я ведь утверждаю правильно, это мотор по перекачке жидкости. А у этого мотора есть больше 500, называется мышцы. И мышцы должны работать как насосы. А у нас основной насос находится от пупка и ниже. И руки то же самое. Очень у многих получается так. Кровь туда приходит, ну 100 грамм. Оттуда только может подать 90. А 10 остается, и начинаются отеки, тромбофлебиты, неприятности, боли в ногах и все прочее. Отчего мышцы перестали работать? Ходят мало, нас возят, мы сидим и мы не работаем. Человек, который будет выполнять вот это упражнение, А у меня бывали, после двух инфарктов врачи предупреждали, если еще один инфаркт будет, все, каюк. Сегодня по 5-10 лет живут, инфаркта нет, инсульта нет, проблемы с ногами нет, кровяное давление, как у космонавта. Посмотрите, что надо делать всем. Во-первых, это безопасно. Обязательно на уровне пупка, стали, вытянули руки на прямой ноге. Ноги все время должны голень, вот, нет, только за счет коленей. И вы начинаете, во-первых, держитесь, безопасность. У женщин коксоартрозы в старости, вы начинаете разрабатывать суставы, здесь и там. Вначале не нужно так приседать, надо вот так, понемножку. По 10-15 сантиметров. И только через 1-2 месяца можно уже садиться туда. И поднимаетесь. Во-первых, тренируются мышцы спины. Тренируются мышцы живота. Все время руки вытянуты. Ноги вот так не уходят. Вот так только. И вы все это делаете. Руки все время вытянуты. Устали? Отдохнули. Старенький. Походили опять. Через 2-3 месяца человек должен приседать минимум 100 раз. В общей сложности у меня больные, пенсионеры, приседают по 300-400 раз. Через 2-3 месяца кровяное давление нормальное. Сердце мы сняли все нагрузки. Работают насосы. И сердце выполняет свою миссию. Работает как ресивер. Перекачка. Пришло, ушло. Что такое гипертрофия левого желудочка? То есть, сердце, вот когда зашлакованное, ведь кровь, она сгущается от грязи. И сердце нужно эту кровь прокачать. И сколько она силы тратит на то, чтобы продавить эту кровь и чтобы поднять оттуда. Горизонтальное положение. Экстрасистово, мерцатель ритмии, все что-то... Все уходит. Но только нужно заниматься. Вот Борис Ефимов, это из Кукромиксы, которому без недели было 108 лет. За неделю до смерти присял вот так сто раз. А вечером там был внук, попили они чай, говорит, я немножко там, предустал, прилягу. Вечером лег, а утром три часа уже не проснулся. Так вы же представляете, активность до последних дней. И за неделю вот так сто раз потихонечку он присел.